Новая информация не только не проясняет ситуацию, но ставит перед нами новые вопросы. Как выяснилось, тысячи компаний открывали доступ к конфиденциальной информации властям США, которые в ответ предоставляли бизнесменам различные льготы. Масштаб сотрудничества частных компаний с властями вызывает беспокойство. Кроме того, возникают вопросы о том, какими льготами пользовались такие компании. Известно, что они получали большую благодарность за передачу данных. Это утверждает Майкл Хайден, в свое время возглавлявший ЦРУ и Агентство национальной безопасности, которое занимается программой «Призм». Хайден заявил Блумберг следующее. «Если бы я был руководителем, и у меня были связи с компанией, которая не только действует в соответствии с законом, но еще и осуществляет действия ценные для безопасности страны, то я бы сделал все, чтобы отблагодарить ее и объяснить ей, почему это необходимо и полезно». О какой именно благодарности идет речь? Мы не знаем многих подробностей, но анонимные источники сообщают Блумберг, что главы компаний, которые передавали данные властям, пользовались покровительством со стороны правительственных служб и, в свою очередь, получали от них информацию. В некоторых случаях это были предупреждения об опасности, угрожающей их деятельности, например, о серьезных интернет-атаках и их организаторах. Конечно, такой обмен информацией должен быть добровольным, и пока у нас нет доказательств, что это не так. Большинство компаний участвовало в этом, видимо, просто потому, что правительство попросило их о помощи. Однако бывший генеральный директор одной из компаний рисует несколько иную картину. В 2001 году, когда Агентство национальной безопасности попросило некоторой крупной телекоммуникационной компании принять участие в программе по обмену данными, одна из компаний Квест сначала отказалась. Согласно судебным документам, предоставленным бывшим гендиректором Квеста Джосефом Накьо, в результате этого решения компания потеряла выгодные контракты с Агентством национальной безопасности стоимостью от 50 до 100 миллионов долларов. Как заявляет Накьо, это была месть за отказ в участии в правительственной шпионской программе. Итак, подведем итоги. Компании, которые предоставляли данные правительству, пользовались его благословностью, получали от него предупреждение об угрозах и, возможно, доступ к секретной информации. И, конечно же, есть опасения, что компании, отказавшиеся сотрудничать с правительством, видимо, лишились прибыльных государственных контрактов. Это пока все, что можно сказать о данной ситуации. И такая непрозрачность вокруг этой темы вызывает большие опасения. Да, все это делается во имя безопасности. Но какой ценой? И для кого? Люси Кафонов, РТ, Москва.